Доброе утро. Я проснулся в 12 часа и заглянул на свой канал, задумался, чё? Юдосы делаю, делаю, подписчиков нету, лайков никаких нету. Ну, лайки какие-то есть, просмотры есть, но подписчиков нету. Это что означает? Неинтересен я никому? Уродливый? Или плохо говорю? Русский. У меня всегда вопрос задавался, на каком языке я буду делать свои влоги. Не только влоги, так как я, можно сказать, сам не знаю, каким языком я владею больше. Это сложно. Почему? Потому что, ну, во-первых, мое родное якобы язык это русский, потому что это первый язык, который я услышал, это язык, на котором я все первые слова выучил там. Короче, ну, и до поры до времени я говорил только на русском, то есть до возраста там 8 лет, 9 лет. Потом меня увезли с русского мира. И я выучил другие языки, которыми я тоже владею. Вы же понимаете, когда ребенок начинает выучать языки в 8, 9, 10 лет, то разницы вообще не слышно потом между этими языками и родного языка. Иногда даже бывает по-другому все. Бывает так, что парень начинает или девушка говорить лучше на этом языке, на языке, который он выучил, чем на своем родном языке. Я думаю, что со мной именно это и произошло, потому что я... Ну, вы же понимаете, русский язык все-таки трудный язык. Я в школе не был в русской. Ну, то есть я пошел в Донецк, там, в первый класс, ну, вот, только пошел, у меня увезли. Поэтому, то есть я вообще русскому языку не... Я ничего не выучил, так, честно говоря. Я писать еле-еле умею по-русски. Читать, ладно, нормально, но с грамматикой у меня, само собой, не так уж все и хорошо. Сравняться я не буду с теми, которые там всю жизнь прожили, которые в школу закончили, которые в университет пошли и так далее. И вот я вот не знаю, на каком языке говорить. Я бы хотел ваш ответ на мой вопрос. Думаете ли вы, что я плохо говорю по-русски? Плохо говорю вообще. Вообще, у меня вот, у меня кажется, что словарный запас у меня маленький. Вот в чем дело. Поэтому я не всегда могу высказать то, о чем я думаю реально, все свои мнения и так далее. Вот, я не знаю, как вы, по-вашему, говорю ли я хорошо по-русски, понимаете ли вы меня и так далее. Спасибо за ответ. До скорого. С вами был Эмиль.